Услуги ЖКХ станут дороже. С 1 декабря плата за жилищно-коммунальные услуги вырастет по всей стране. Цены поднимутся в среднем на 9% в зависимости от региона. Индексация коснется холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, включая снабжение углем, а также электрогазоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами. По расчету Минэкономразвития, средний же месячный платеж за ЖКУ для семьи из трех человек вырастет на 324 рубля. Полисы ОМС станут виртуальными. Вместо полиса ОМС теперь будет штрих-код. Теперь обращаясь в больницы и поликлиники россиянам больше не нужно иметь бумажный полис ОМС. Такой документ переведут в цифровую форму. Изменения вступят в силу с 1 декабря. Документ легко можно будет хранить в смартфоне. При посещении врача будет достаточно предъявить паспорт или иной документ удостоверяющей личности. Новорожденным детям также больше не будут выдавать полис ОМС в виде бумажного документа или пластиковой карточки. Они автоматически получат цифровые полис ОМС в виде штрих-кода на портале госуслуг. Госорганам придется ввести соцсети. У организации появится новая обязанность ввести страницы в соцсетях. Такой закон вступит в силу с 1 декабря. До этого момента госорганы могли делать это по своему желанию. В первую очередь такая обязанность появится у подведомственных организаций и органов местной власти. Минцифры сейчас разрабатывают специальную систему на основе портала госуслуг, с помощью которой госорганы и организации смогут работать со своими аккаунтами, публиковать и редактировать записи, информируя о проделанной работе. Там же чиновники смогут отвечать на вопросы россиян. Получить ипотеку с низким первоначальным взносом будет сложнее. С 1 декабря Банк России вернет ограничения для ипотечных кредитов по договору участия в долевом строительстве с низким первым взносом. Их временно отменяли в марте 2022 года. Это значит, что банки будут реже выдавать кредиты на ДДУ с первоначальным взносом меньше 10%. В квартирах разрешат устанавливать хамамы и инфракрасные кабины. 1 декабря вступают в силу поправки в приказ МЧС системы противопожарной защиты. Теперь в квартиры и жилых домов можно будет устанавливать частные хамамы, инфракрасные кабины и индивидуальные сауны, фитобочки. Встать на учет налоговую можно будет через портал госуслуги. С 1 декабря вступают в силу поправки в налоговый кодекс. Теперь подать заявление о регистрации в налоговую можно будет через госуслуги. Там же выдадут и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИНН. Все это налоговая должна будет сделать в течение 5 дней. Также останутся и прежние способы встать на учет налоговую. Через сайт ФНС, подать заявление лично налоговой инспекции или отправить его с заказанным письмом. Галина Ильина, Ленинск ТВ